Она и сейчас видно, что далеко не в самом лучшем состоянии, просто были прогнившие доски в середине дыра. Мамы с колясками сюда выезжают, и они вот на краищах присаживались, рядом с гнилушечкой, и вот так колясочку качели. Дыру залатали, аварийную песочницу без песка и сломанную качелю так и оставили без внимания. Как, собственно, и всю детскую площадку, в удручающем состоянии она находится годами. У меня ребенок со второго класса ходит сюда. В этом районе для таких детишек, ну, это уже не детишки, но еще не подростки, не предусмотрено абсолютно ничего. То есть, что мы здесь видим? Это вот советское наследие, которым заниматься никто не хочет. Все просьбы жильцов игнорируются. Дети, которые проживают в Ленинском районе Барнаула, по сути, не могут себя ничем занять. Многие детские спортивные площадки в аварийном состоянии, поэтому самое излюбленное место для детей, по словам местных жителей, это гаражи. За детскую спортивную площадку на Антона Петрова несет ответственность администрация Ленинского района. Власти пообещали ею заняться еще год назад. Правда, не отремонтировать, а демонтировать, потому что опасное, но тянут и с этим. Администрация района может именно только следить за порядком. Здесь они могут навести порядок и так далее. О каком-то обновлении данной площадки или без целевого финансирования речи не идет. Детские аттракционные во дворе дома на телефоне 28А. С корнем вырваны из бетона. Получить травму здесь проще простого. Поселок Власиха. Обшарпанная площадка пустует. Администрация города пояснила, что в случае недодлежащего содержания детских площадок необходимо обращаться в управляющую компанию или активнее жаловаться в администрацию города. Мэрия, в свою очередь, отправится в рейд и накажет обслуживающей компанией рублем. Но если детские площадки не на придомовой территории, никто никого не оштрафует. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.